Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по администрированию. На этом уроке я вам расскажу, как перенести все ваши данные, вашу всю операционную систему, с одного диска на другой. Причем, в том случае, когда операционная система находится на диске большего размера. А новый диск, например, у вас SSD, меньшего размера, но намного быстрее. Делается это очень просто. Обратите внимание, что это у нас с вами теоретическая часть. Практическую часть мы будем делать с вами на другом уроке. А сейчас я вам расскажу, как это делается. И даже делая по вот этим всем шагам, у вас все получится. Не забываем подписаться на наш канал и ставить лайки. Итак, смотрите, что вам нужно сделать. Первое, конечно, купить, например, какой-нибудь диск, на который вы хотите перенести вашу операционную систему. Скорее всего, это будет SSD-диск. И обычно SSD-диски немножко меньше по размеру, чем ваш магнитный диск, который стоит в ноутбуке, либо в компьютере. Обычно там стоит 1 терабайт, либо 2 терабайта. Жесткие диски. А покупаете вы SSD-диск всегда, например, поменьше. 512 гигабайт, либо 256 гигабайт. И, конечно, возникает вопрос, как же перенести все ваше с этих дисков большего размера на диски меньшего размера. Делается это очень просто. Первое, что вы должны понять, что вы должны оставить столько файлов на компьютере, чтобы они все влезли в размер нового диска. Если, предположим, у вас стоит 1 терабайт диск и у вас там 700 гигабайт занято, а вы купили диск 256 гигабайт, то вы должны файлов на вашем компьютере оставить где-то на 250-220 гигабайт. Все остальные файлы, ваши игры, какие-то программы, видео вы должны перенести на другой жесткий диск. Сейчас объясню почему. Давайте я покажу, как это делать. Берете вот такое устройство USB HDD, такой бокс, который позволяет по USB подключить вам жесткий диск к вашему компьютеру. Подключаете другой какой-нибудь жесткий диск большего размера и туда копируете все ваши лишние файлы. И, конечно, перед всеми операциями с жесткими дисками нужно всегда копировать с помощью этого бокса, либо с помощью USB, все важные файлы на какой-нибудь запасной диск. Когда вы все скопировали и оставили на диске объем файлов меньшего размера, чем ваш новый жесткий диск, например, смотрите, вот SSD 256 гигабайт. То есть, например, на вашем терабайтнике осталось там файлов на 200-220 гигабайт, то вы уже можете склонировать ваш жесткий диск на новый жесткий диск. Как это делается? Сразу напоминаю, это теоретическая часть, практику мы посмотрим в другом уроке. Но делая так, у вас все получится. Смотрите, вы загружаетесь со специальной флешки, на которой установлен специальный софт. Флешка, конечно, загрузочная. Она позволяет менять разделы вашего диска, например, увеличивать их, либо уменьшать. В данном случае используется программа Сокронис, с помощью которой вы можете уменьшить размер раздела вашего жесткого диска. И ваш раздел, который был 2 терабайта, либо 1 терабайт, вы уменьшаете до раздела 220 гигабайт, либо 200 гигабайт на тот размер, который у вас остался занят файлами с небольшим маленьким запасом. После этого, когда вы поменяли размер вашего раздела, загрузились в операционную систему, увидели, что у вас все работает, и увидели, что у вас размер жесткого диска стал меньше. После этого вы выключаете компьютер, подключаете снова туда новый жесткий диск по USB, подключаете, конечно, вашу флешку загрузочную, загружаетесь снова с нее. И на этой флешке берете софт, который позволяет вам копировать разделы. И уже вы тогда сможете скопировать с вашего большого диска, который имеет маленький размер раздела, вот этот раздел на ваш новый SSD диск, который имеет изначально размер своего диска меньше, чем тот ваш старый. Копируете этот раздел, потом выключаете систему, вытаскиваете старый жесткий диск, который у вас большой, это может быть диск с ноутбука, либо просто с обычного PC-компьютера, и вставляете уже новый диск SSD, на который вы все скопировали. Загружаетесь в операционную систему, и видите, что у вас все работает. То есть, в принципе, алгоритм простой. Загрузились, поменяли размер раздела на меньший, чтобы он влезал на новый диск предварительно, все файлы, конечно, куда-то вы скопировали, сохранили, и лишние файлы убрали, чтобы место они занимали на диске минимально. Иначе, если файлов много, то, конечно, раздел меньше не сожмется. Потом, после того, как вы поменяли раздел, конечно же, подключили снова ваш диск, на который вы хотите скопировать, и с помощью такой же загрузочной флешки, с помощью программы, которая копирует разделы, копируете этот раздел на новый диск. Все элементарно. Используя вот эти моменты, вы сможете скопировать так любой раздел. Самое главное, помните, перед началом любых операций с вашим жестким диском, скопируйте все ваши данные на флешку, либо на другой жесткий диск, который трогать не будете. Тогда все будет у вас удачно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Дайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях.